Москва На Олимпиаду приезжали с фотоаппаратами, лошадьми, лодками, велосипедами, шпагами, боксерскими перчатками и большими надеждами. Благородные идеалы Олимпийского движения привлекли в Москву свыше 6 тысяч сильнейших атлетов всех континентов Земли. Субтитры создавал DimaTorzok Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик Леонид Ильич Брежнев Уважаемый господин президент Международного Олимпийского комитета Добрый день Добрый день Будете обедать? Обязательно Так что будете есть? Чем кормите? Мостового лагма Мостову Лепешки Две бутылки минеральной воды Хорошо Если можно, холодной Хорошо А может быть, грамм сто? Как знаете Шохрад, будь аккуратней Видишь, вон там корейца Да? В углу Ага Я его видела, по-моему, в городе, в областной милиции Пожалуйста Водичка, как просили Прямо из холодильника Спасибо Самое лучшее средство от жары Это коньяк Поверь мне, детка Ты так думаешь? Уверен Эй, уткур! А, явился? Че орешь, где тебя носило? Да вот он я Привез? Привез Шесть штук Почему так мало? Больше не было Зато живые Слушай, ты что, чумел, что ли? Я же кроек боюсь Кто мне игресать будет? Сейчас сделаем Что ты здесь концерт устраиваешь? Ребенок вон сидит Зачем ему это видеть? Ничего Пусть привыкает А то растут они теперь очень Нежные Простите У вас не занято? Ваша фамилия Пак? Да Я и есть Андрей Пак Садись Ну и жара Градусов сорок, не меньше Пей Не откажусь Всю дорогу пью Зря, между прочим Так что ты хотел от меня, Сабирджан? То, что я знаю Для вас очень важно Догадываюсь Вот, пожалуйста Приятного аппетита Спасибо У вас нет времени Да? А у тебя оно есть? Наверное, у меня Его тоже нет Поэтому я позвонил и приехал сюда Почему сюда? Здесь меня никто не знает Надеюсь, вас тоже Вы сдержите свое слово? Не знаю Я ничего не могу обещать, Аранса КОНЕЦ 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 Что начало убитого парня? Работаем. Личность установлена? Да, родом из Урчешмы. Собирджан Артыков. Здесь его мать. Где его вещи? У вас в кабинете сумка, деньги, коньяк КВ. Грузинский, выдержанный. А куда он пошел? Зачем? Не знаете? Нет. И не говорил, что собирается поехать куда-то? Нет. Собирджан упомянул когда-нибудь, что знает Андрея Пака из милиции? Нет. Его еще могли называть корейцем. Большим корейцем. Нет. И вы не слышали это имя? Могли они знать друг друга? Нет. Собирджан и Пак. А не мог он быть вашим соседом или знакомым ваших соседей? Нет. Может, Пак вызывал вашего сына по уголовному делу? Нет. А потом, когда Собирджан освободился, нет? Нет. К нему все очень хорошо относились. Когда его арестовали, соседи поверить не могли. Думали, что ошибка какая-то. А за что его арестовали? Будто хотел украсть машину. Три года ему дали. Он был таким хорошим мальчиком. Боксом занимался. Попейте. Кабаров! Слушаю вас. Помоги. Возьми машину. Доставь ее домой. Есть. Комиссия уже здесь. Да. Такого еще не было. Два убийства в кафе. Майор и милиция. С утра возобновите поиск пистолета. Скорее всего, преступник сразу отделался от него, бросил в пруд. Слушаюсь. Восстановите, где куплен коньяк. Все говорят, что тебя нет. Ладно, кореец. Я ведь пока еще есть. Разрешите? Входи, Тура. Пак поехал в кафе Чирайли по твоему указанию? Нет. Я еще ночью уехал в Урчашму и Пак это знал. А что ты там забыл в Урчашме? Где-то за Дарвазой самовольной посадки опиумного мака. Наркотики идут через Урчашму. Эх, а я все ждал, что ты что-то мне объяснишь. Никогда наша область не должна быть связана со скандальной историей. Понимаешь, он здесь родился и здесь все неприкасаемо для грязных рук. Ах, вы попали в серьезный скандал. А мне плевать на скандал. Убили моего заместителя. Я найду, кто это сделал. Найди, найди. Ты, к сожалению, не понимаешь, что кровь смывается легко. Легче, чем грязь. То, что сегодня произошло, это позор. Да, запросто могут шапки полететь. Эх, да и момент какой. Олимпийские игры. Шараф Рашидовичу надо будет докладывать. В его родном городе такое. Просто так без причины сотрудников милиции не стреляют. Да и сам факт может дискредитировать нас. Дает понять, что на сотрудника милиции можно поднять руку безнаказанно. Но говорить о безнаказанности убийцы, по-моему, еще рано. Ты лучше помолчи. Начальника. Уголовного розыска самого не было полдня. Пришел на место преступления последним. Я объяснял. А я не принимаю твоего объяснения. Убиты два человека. Средь бела дня застрелен старший офицер милиции. И за это никто не отвечает? Главное, это наш город. Мы не должны допустить, чтобы его каждый склонял, как захочет. Если хотите, это политика, в конце концов. Какая выслуга у Саматова? Вот объективка из кадров. На сегодняшний день 26 лет, 2 месяца, 17 дней. Что ж, вызывай кадровика. Пусть к утру все оформят для пенсии. Тура, уже выехала комиссия. Так не будет легче отбить тебя. Передашь отдел до форума. Ты завтра с утра примешь дела у Саматова. Есть, товарищ генерал. На прием и сдачу тебе 10 минут. Все остальное время на раскрытие убийства. Слушаюсь. Понимаешь, комиссии из Ташкента нужен козел отпущения. Ты будешь первым кандидатом. А дело серьезное. Готовый материал для прокуратуры. Ну, ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Отличный коньяк, товарищ генерал. Ну, так. Уйдешь на отдых, честь по чести. Коллектив тебе деньги соберет. Завтра с базой Ориент получим. Часы такие есть, знаешь. Гарантия на 40 лет. Я не собираюсь так долго жить. Ладно. Давайте выпьем. За успехи на новом этапе. Мне к утру еще надо адрес подготовить. Чтоб все было по-людски. Это я тебе говорю так. Неофициально, по-товарищески. Я тоже по-товарищески неофициально. Сунь себе в задницу свой адрес. Разрешите идти? Я понимаю. Провести это в зале, в торжественной обстановке. Но вы же знаете, там готовятся к панихидии. Личный состав занят. Не до торжеств. Вы что-то хотели сказать? А? Что-то хотели сказать? Да нет. Просто подумал. В милицию принимали полгода. А выгнали за два часа. Будь счастлив, Туре. Спасибо. Ты что, Халяв? До сих пор не разучился разговаривать? Я думал, что в такой день, как сегодня, меня уж не удивишь. Да. А ты молчал, потому что боялся проговориться, как ты попал под машину самого великого нашего земляка. Но говорят, что он до сих пор интересуется, как там тот чудак, что бросился под мою машину. А генерал всегда отвечает. Такой бравый служак и стал. Здравия желаю, товарищ подполковник. Что даже не узнать. То есть. Субтитры сделал DimaTorzok А вот, шляпу себе купил. Как известно, пенсионеры все ходят в шляпах. У тебя и костюма приличного нет, Калишер. На свадьбу идти не в чем. Теперь это уже не важно. Неужели генерал не мог тебе помочь? Значит, не мог. Тебе тут звонили? Кто? Силач. Валька Силов? Ну да, Силов. Быстро бежит время. Он же все знает про меня. Злорадствует. А что ему злорадствовать? Что ты мог сделать, когда его выгоняли? Он просил что-нибудь передать? Нет. Просто спрашивал, как ты. А что я? Я в порядке. Пятнадцать лет с тобой живу и все равно не могу понять. Ну ты спроси. Я объясню. Убили твоего лучшего друга. Тебя самого вышибли со службы. А у тебя, как всегда, все в порядке. Как будто ничего не произошло. Как это можно понять? Ну вот так. В моей служебной аттестации написано лично скромен. Это неправда. Ну почему? Кто тогда скромен, если не ты? Я вовсе не скромен. Во мне бушует огромная тайная гордыня. В чем она выражается? Я думаю, что я анкерный камень. Камушек, на котором закреплен механизм часов. Вот если этот камень выпадет, то часы надо выбрасывать. А я не дам просто так выбросить тебя. Эх ты, дурень, дурень. Любимый ты мой дурак. Ты знаешь, что за глаза тебя называют нищий начальник. Знаю. Жаль, что нет такого значка. Я бы носил. Его бы себе раньше выхлопотали эти подонки. Мне на работу надо позвонить. Опять все сначала? Я думала, все кончилось. Просто узнать, как там. Джамал? Да. Ну, как дела? Занимаюсь убитым Собирджаном. Его дело вел Зия Цаатов. Гаишник из Урчишмы. Но он у нас давно не работает. А почему мы ничего не знаем о Собирджане? С кем он бегал? В городе ни с кем. У него все связи в Урчишме. А где Собирджан купил коньяк? Установили? Нет. Марочный грузинский в городе не продавался. А что свидетели? Не видели, не знают. Только одна девушка, блондинка, кое-что рассказала. Она поблизости сидела, вся такая яркая, в короткой юбке. Да. Она еще здесь? В гостинице. Хочу предупредить вас. Приехал следователь. По особо важным делам. Сам он из Свердловска. А прикомандировал он с бригадой к прокуратуре республики. Тут они хотят повесить на вас всех собак. Пришел Гафоров, я не могу говорить. Ну, привет. Гуляешь? А что нам остается делать, пенсионерам? Плохо держишь удар. У тебя сейчас лицо чрезвычайное полномочное, что вы послали к ядрению фене. А какое сейчас у меня должно быть лицо? Меня действительно послали к ядрению фене. Ну, как ты сам? Машина бегает? Нормально, я ее отремонтировал. Хочу сейчас на второле. Ты уже все знаешь. Знаю. Что, поехали? Ну, поехали. Я, признаться, услышал и не поверил. Чтоб генерал Окзамов дал в обиду своего любимца. Вы же с ним так прекрасно сработались. Только не вздумай мне жалобно блеять о том, что мне хорошо рассуждать. Что я все давно пережил, а твоя рана свежая и кровоточит соплями. Ты же во всем его поддерживал, во всем. Даже когда меня выгоняли. Ты меня нашел для того, чтобы сказать все это? И это тоже. Твое счастье, что в наше время честных людей, как эритроцитов в моче, два-три поля зрения. Вот они тебя посчитали по ошибке честным и тихо выперли. А ну-ка, останови свой тарантас, я выйду. И то я тебе дам в морду. И то, и другое невозможно. Останавливаться на великой транспортной магистрали запрещено. А если ты дашь мне в морду, мы можем перевернуться. И вот тогда генерал Окзамов со скорбным ликованием похоронит нас в обнимку. Как Ромео Джуетту. Лучше дай в морду себе, это будет справедливей. Это ты тогда предал меня, а не я тебя. А ты попроси генерала Окзамова. Покайся. Он тебя простит, ты же свой. У тебя других слов нет для меня, а? Ну, ты ж почтенный пенсионер. А я кто? Так? Сомнительный субъект, выгнанный из милиции с волчьим билетом. Ты тогда плюнул мне в душу. Даже к дому моему боялся подойти. Не дай бог генерал что подумает. А я остался один. Без работы, без денег. Мой друг. А ты мне даже не звонил. Ой, вы только поглядите, мальчику стыдно. А я не думал, что менту, подполковнику, пусть даже бывшему, может стать стыдно. Да, брат, ты поступил со мной как настоящая блядь. Слушай. Нет, это ты слушай. Да хватит. Ну, убери руки. Извини, старик. Но я должен был высказаться. И забудем об этом. По правде говоря, я тогда решил, что руки тебе никогда не подам. Но тут такое дело с корейцем. Так что считай, что мы пока союзники. Так чего ж ты все-таки добиваешься? Сущих пустяков. Раздать всем сестрам по серьгам. Боюсь, что тебе долго придется ждать. Не дольше срока моей жизни. И потом в моем положении поневоле будешь терпеливым. И ты из-за этого не уехал? Отчасти. У меня здесь много долгов имеется. Ну, пойдем. Мы нарушили первые правила нашего ремесла. Мафиозника надо брать как змею намертво, чтобы не вывернулся. А не удержишь, тебе же конец. А этот мафиозник потом на суде будет главным твоим обвинителем. Я этого суку Шамиля Барминой, из-за которого меня выгнали, почти каждый день встречал. Идиот, улыбается. Как дела, Валентин и Стивен. На работу не устроились? А я достаю браслеты. Вот, мол, для тебя я их держу. Надену я их тебе. Из списанных, что ли? Да я их всегда ношу. Чтоб не забывать. Плюнь, Валь. Посмотрим, как он потом наплюется. Пойдет устраиваться на работу, и тут выяснится, что одни тебя не берут, потому что ты бывший мент, который им покоя не давал. Для других ты потенциальный стукач. И милиции до тебя дела нет. Но ведь кому-то должно быть до нас дело. Может, хватит все-таки? Действительно хватит. Мне и врач сказал, забудь об этом. Или готовь свою язву под нож. Сидишь дома? Не скучно? Говно. Мент вонючий. Ну, давай, давай, привыкай под люк. Надо отдохнуть, верно? Как считаешь? Кто это? Девицы соблазняют. На свидание приглашают. Разведчики, первопроходцы, сражающиеся на пределе человеческих возможностей. И не даром нас так привлекают. Вот и сходите, развейтесь. Бескомпромиссно, честно и каждый раз с неизвестным исходом. А что? Сходим? Ну, если девицы хорошенькие, почему не пойти? Когда свадьба у Алишера? В субботу. А хочешь, пойдем вместе. Принято. С удовольствием. Слушай, я хочу одно предположение проверить. По-моему, нас спасут. Давай-ка подойдем к твоей машине, попросим прикурить. И надо бы их заполнить. Командир, огоньку не найдется? Я не курю. Ну, тогда отдыхай, сынок. Красавица Востока, Ну, далеко я была. Ведь красавой поеют, тусклеют зеркала. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Ну вот, социальный прогресс подвинул традиции. Раньше невесты на свадьбах не сидели. Вот так живет скромный начальник советской милиции. Генерал Акзамов, полковник Гафуров, твой преемник и родной брат жениха, проверяющий из МВД. Ну посмотрим, кого они еще пригласили на эту свадьбу. Вот, и тут все тузы. Первый вор, наш дорогой Рахматулла Акя с супругой. Заведующий общепитом, это хитрый жук, председатель облпотребсоюза, управляющий Трестом, закупочная база. О, твой заклятый друг. Заклятый друг, директор ресторана Узбекистан. Аделл Вахидов. Дальше. Водоканал. И управление торговлей. А это товарищи из Москвы, и наши, Халуи, сопровождающие Закома. Спокойно можно проводить сессию у Лос-Полкома. Не знал, что у Гафурова такие связи. А невеста родственница Рахматуллы. Вот так, дружок. Действительно, солидная компания. Вот так вот, корейца нет, а жизнь идет своим путем. Палек, пойду посмотрю, может, здесь Джамал или кто-нибудь из моей группы. О, кого я вижу, Саматов. Здравствуй, как дела, как настроение. На, ты все рыщешь, да? Я вот смотрю на тебя, Шук Гороховый, и думаю, что ты ко мне липнешь. Я ведь не АБХСник, руководил уголовным розыском, воровать тебе не мешал. Добрый вечер. В поганый твой ресторан не хожу. Где же я тебе дорогу перешел? А это не имеет значения. Видишь, как получается? Ты всю жизнь шнырял, вынюхивал, ловил, сажал людей по тюрьмам. А теперь спасибо. Вы нам больше не нужны. До свидания. Но ты не огорчайся. Хотите, я расскажу вам анекдот? Конечно. Один человек спрашивает другого. Где должен мент носить нож? А тот ему отвечает. В спине. А? Мне горько, уважаемый Рахматуллаке. Ваш гость совершил кощунство в доме празднества. Сглазил свадьбу. Свадьбу вашей родственницы. Ведь ее жених тоже милиционер. Наряжняк Анатолий Николаевич. Советник юстиции. Располагайтесь поудобнее. Разговор предстоит долгий. Садитесь, прошу. Прошу меня извинить, но придется временно отказаться от курения. Постараюсь. Замечательно. Вы были руководителем отдела уголовного розыска, то есть непосредственным начальником ПАКа. Да. ПАК отвечал за город, я за область в целом. На мне также раскрытие преступлений, направленных против личности, убийства, изнасилования и, кроме того, борьба с наркоманией. У вас в области полная неразбериха с учетом преступлений. Наверное, не больше, чем в других. Сейчас разговор идет о вашей. Преступления регистрируются только раскрытые. Все годы подряд стопроцентная раскрываемость. Удивительная область. А вы, безусловно, слышите об этом впервые. Правда? Конечно, прокуратура ведь отчитывается другими цифрами. Вы не знали, конечно, что за город у нас. Кто здесь родился, кто здесь рос. Здесь, уважаемый Анатолий Николаевич, должна быть самая высокая раскрываемость в республике. Самые высокие здания, самый высокий урожай. Прошу вас не говорить со мной в таком тоне. Мы отвлеклись. Меня интересует, мог ли ваш подчиненный отбыть, не оповестив об этом. Нет. Даже после службы каждый из нас должен сообщить, где он находится. Даже так? На случай вызова. У нас здесь сложная оперативная обстановка. Пак обязательно должен был сообщить. Поставить в известность, где он находится. Значит, Пак поехал вчера или и по приказу. Правильно? Так, чей же приказ? Меня не было в городе. Я еще ночью уехал в Урчашму. И до обеда не поинтересовались, что происходит в вашем отделе. Пак был убит в кафе, где его никто не знал. Если ваш заместитель хотел поразвлечься, то он поехал бы туда, где бывало обычно. Что вы этим хотите сказать? Я хочу сказать только то, что его туда послали. Его послали вчера или с какой-то целью. Да у вас одна версия. Будто я послал Пака в кафе. И хочу это скрыть. Сделаем перерыв. У вас есть что-нибудь ко мне? Просьбы, ходатайства? Лучше меня в нашей области уголовный мир никто не знает. Я могу вам помочь. Вот этого как раз и не надо. Не советую вмешиваться или пытаться влиять на ход следствия. И еще. Далеко отсюда. Пока никуда не уезжайте. У нас чудесное мороженое, мальчики. Спасибо, как-нибудь, другая. С вами вечером. С удовольствием. Валек, а наши хвосты нам, по-твоему, кто? Сопровождение или охрана? По-моему, они нам конвой. Боже, какими судьбами. Вы так или по делу. А может быть, вас жены выгнали? По делу. Нам нужна одна дебулинка, такая блондинистая и блондинистая. А, это Света. Но она сейчас не одна, у нее гость. Я его знаю? Нет, он по линии минводхоза. По снабжению. А она? Она так путешествует. У нас жил один артист, и он говорил про таких. Детский ум, пустой кошелек и яичники молодой обезьянки. Сами понимаете. А она давно здесь? С того дня, когда большого корейца застрелили. Света тоже была там, в кафе Чирали. Так, туда или туда? Давайте, давайте. Запасной ключ. Это к тебе? К ней, к ней. А эта горная незабудка здесь проживает? Нет, он в гости зашел. В гости? А ну-ка, давай отсюда, быстро. Нам поговорить надо. Я, что ли? Ты, ты. А зачем? Давай, говорю. Не. Эй, красавец. Чего? Штаны-то надень. Здесь такая традиция, можно сказать, народный обычай. Ходить в штанах. Да понял. Давай, давай. А я вас сразу узнала. Вы приезжали в кафе, когда меня допрашивали? Я тоже сразу узнал тебя. Правда, ты была с другим толстяком? Да. А, это был мой приятель. Он подвез меня на машине из Ташкента. А ты приехала задолго до того, что произошло? Примерно за час. Да я уже говорила. Ну, кто меня только не допрашивал? И генералы, и полковники. Хорошо, значит, все помнишь. В какой момент ты увидела того? Убийцу? Да. Я шла в туалет. А почему ты обратила на него внимание? Я всегда обращаю внимание на мужчин. Мужик в самом соку. Ну, вроде вас. Но только не в моем вкусе. А точнее? Грубые, глаза холодные. Я люблю толстяков, они слабые, поэтому нежные. А этот жесткий, настоящий степняк. А что можно сказать насчет одежды? Ну, шмотки хорошие, финские. Туфли новые. А кто он? Кем может работать? Ну, вы что? Вы многое от меня хотите? Я же вам не следователь. Ну, вы что? Хотя... Подумай, подумай. Я думаю... Офицер. Или мент. Чего? Ну, не торгаш, это точно. А может, раньше в сапогах шлепал? Левое плечо, вперед кругом. Слушай, подруга, а ты не изновидится случайно? Я же людей-то вижу. Ох, устала я, ребятки. Сейчас бы отдохнуть капитально. А с понедельника опять на работу, на учебу. Учишься? Молодец, повышаешь квалификацию. В общем, да. Платные курсы. Интенсивное общение и устранение комплексов. А работаешь? Лаборанткой в Зеленокумске. Угу, и в Зеленокумске знают про нас. А как же? Ваш город знаменитый. Каждый второй миллионер. Шучу, конечно. Не второй, так третий, а может быть, десятый. А кто первый приехал в кафе? Кореец или его убийца? Кореец. А кореец успел что-нибудь сказать? Нет, он вот... Он вот только очень странно кричал. Аи! Аи! Слушай, красавица, а почему парень в синей куртке... Собирджан. Я уже всех по именам знаю. Да. Так почему ты думаешь, этот Собирджан подсел к корейцу? Ну, потому что они знакомы. Я в этом нисколько не сомневаюсь. А давайте выпьем, ребята, а? Мой толстойка такой коньяк шикарный притащил. Ну, давайте, за дружбу. Мне еще не раз сюда приезжать, опознавать убийцу. А больше некому. Все боятся. Салам. Какие новости? Мне нашептали, что интересующий нас коньяк находится здесь. Здесь это где? А вот в этом самом дискобаре. А командует им Шамиль, из-за которого меня из милиции выперли. Поездной вор, уголовник. Когда-то он сорвался с крыши и потерял ногу. И редкий случай среди воров. Встал за прилавок. На все был готов, чтобы торгаши его приняли. А тут я. Гоняю клиентов. Он кальвер с деньгами и в управление. Так и так, Силов вымогает взятки. Заявил, что я купил машину на деньги, которые он мне отстегивал. И без проверки. Там проверять-то было нечего. Машина мне от отца досталась. Мы ее вместе по винтику собирали. От самой рамы. Все знали. А, ладно. О, вот и сам Шамиль. Время и мудрость новую диктует. И поймана не вор. Одноногому пирату Джона Сильверу. Привет. О, привет, отставной козы-барабанщики. Привет, менты. Всем пожаловали. А дело есть. Джину с тоником выпить захотелось. Эй, 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 стой, стой. Ты куда? Стой, я тебе говорю. Ну, ты что, а? Усука. Ах, ментяра. За саму просто по головке не погладят. Эй, 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 эй. Ох, ну, менты. Так, коньяк. А теперь предъяви накладные. Откуда он у тебя? Э-э, предъяви. Накладные. Кому? Ему? Тебе? И вообще? И вообще, кто вы такие, а? Уж ты-то знаешь, кто вы такие. Я немного знаю, немного знаю, да. Говорят, ты взятки брал, но больше, чем положено у вас в милиции. Тебя и турнули. А у меня? У меня лишних денег нет. Да. Я их вот этим горбом и протезом зарабатываю. Да, да, да. Так что с меня вы ни копейки не получите. А тебе сама там вообще вилы корячатся. Они сегодня-завтра тебя посадят. Да. Да, 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 да. Ну, могу обещать. Передачку я тебе принесу. Вот другие не принесут, а я принесу, да. По твоей милости, между прочим, меня чуть из советской торговли не поперли. Да, да, но нашлись, нашлись добрые люди. И я этой бумажкой лично задницу себе потер, которую ты подписал. Тебе бы за деньги посетителям эти спектакли показывать. У тебя в ящике коньяк. Откуда? С базой. У меня и накладные есть. Предъяви. Ага. А знаешь, где рукав пришивается? На, держи. Ух, когда вы оба в камере закукуете, душа моя успокоится. Все, а ну, давай, давай. Прошу вас, Патраков, долбанок. Давай, вали. А уж тебе я передачу принесу. А ему знаешь, что я принесу? Бабу надумную, резиновую. Своя-то от него ушла. Ой, блин. Ой, ой. Извини, дорогой, поскользнулся. У тебя здесь тесно. А ну, показывай документы. Не заставляй повторять, понял? А ты меня напонял, не бери. Я запонял свою молодость, отсидел. И то не понял, понял? Кто ты такой? Я мент. Мент, и ты это знаешь. Я и мертвый буду для тебя мент. А ты жулик и вор. А ну-ка, показывай документы. Накладные, просто так. Как посетителю. Каждый посетитель имеет право позаботиться, чтоб его не облапошило такое жулье, как ты. А ну, показывай. Хорошо, я покажу, так ладно, и покажу. Но не вам, милиции. И в присутствии своего руководства. Ладно, звони. Все, что кровью добываю, только я вновь. Поздно лягу, рано встану, все в конце концов достану, я любой ценой. Алло, Адейл Лахидович, это Шамиль. Вы приезжайте, пожалуйста, ко мне. И возьмите кого-нибудь из БХСС. Да тут эти двое. Бывшие работники милиции. Вы их знаете. Не дают работать. Нахладные требуют. Конечно, выпивши, да пьяные. Все, репетиция окончена. Словно заводно. Я я дубов понимаю, близко к сердцу принимаю, я его пью. И что тебе имеется? У тебя склерозная. Почему? Так, забыл, что тебя из милиции уже талон. А я клиент. Проверить, товарищ. Имею правду. Проверяй. Кредиты проверяешь. Оставь меня посмотришь. Так в чём дело? В этом гонеге. Откуда же ты? Коньяк, сейчас. Слава Богу, проходите. Здравствуй, дура. Здорово. Ну, что тут у вас? Вот, не дают работать. Тут коньяк такой же, какой был у убитого Сабирджана. Накладная выписана на два ящика в июле прошлого года. Так что, твой бармен торгует двумя ящиками больше года? Да. Если бармен виноват, будем наказывать. А если это шантаж, вымогательство, взятки, придётся обком подключать. Вы уж разберитесь. Разберёмся. Пломбир с собой? Как вы сказали, взял. Опечатай подсобку, на накладные составь протокол. Есть. Бармену скажи, чтоб закрывал. Хорошо. А эту бутылку мы забираем в качестве приза. По-моему, пока нет такого закона, чтоб дефицитный коньяк держать в подсобке. Это что, теперь мода такая? Начальник Угро области ездит по делам у БХСС? Ты знаешь, меня это тоже удивило. Ах, надоел мне этот эскорт. Неужели Наряжняк действительно думает, что я скроюсь? Дурас Аматович! Не зажигайте свет во дворе. Это я, Джамал. Как ты сюда попал? Через забор. Я должен предупредить. За вашим домом установлено наблюдение. Я хочу, чтобы вы это знали. Это я уже заметил. Спасибо. Турас Аматович, я не совсем понимаю, что происходит. За меня ты не волнуйся. Все нормально. Может, зайдешь? Не стоит. Я лучше пойду. Давай, сынок. А что у вас нового? Да мы вот в диско-бар к Шамилю зашли, там коньяк добыли. Такой же, как был у Собирджана. Теперь можем спокойно сравнить. А вы разве не знаете? О чем? Бутылка Собирджана при перевозке разбилась. Что? Ой, елки-палки. В дребезги ничего не собрали. Ты понял? И это ты называешь обычной неприятностью. Бутылка, которая была у Собирджана, разбилась. И совершенно случайно, как я понимаю. Ну, натурально. Просто вырвалась из рук. Слушай, не ори. Не ори. Нина спит. Извини. Короче, учитывая это, я решил, нам следует послать коньяк на исследование. Мы с этого начнем розыск. А принимай во внимание хрупкость материала послать в нескольких сосудах. Один из них разобьется, другой потеряется, а третий останется. Проект резолюции предлагаю принять за основу. Кто за? Единоглас! Старик! Все, 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 все. Значит так, завтра... Знаю, каждый берет по пузырьку и идет к знакомому химику, специалисту. А с пузырьком пойду я один. Как знаешь. К нашему другу Муся Аминову. А ты пошарь среди шиферов. Может, кто из них возил этот коньяк к Шамилю. Найдешь время? Ну, а что же. Ну, тогда открывай. Я же сейчас в отпуске. А у нас в Шараге, как только запчастей нет, считай себя в отпуске. Да, видно, мы с корейцем кого-то сильно прищучили, сами того не подозревая. А кого, убей бог не пойму. Ну, помянем корейцам. Давай. Дурак! Ну, что ты, что ты? Там человек! Ну, что ты? Козлы! Принеси воды! Нина, Нина. Ну, успокойся. Я с тобой. Давай. Попей воды. Дура. Что здесь происходит? Да, кто-то очень сильно хочет выжить нас из города. Товарищ подполковник. Да. У нас новость. В пруду у кафе на один пистолет убийцы. Макаровский. Давайте отойдем отсюда. Не нравится мне уши этого халява. Все ходит, вынюхивает, выслушивает. Пистолет числится у нас в розыске? Да. Помните убийство постового в Урчишме? Я тогда еще не работал. Сержант Садык Закиров. Недалеко от Золотого моста. Да. С похищением оружия. Это тот пистолет. Гильзы в кафе Чарали со следами его механизма. Новость удивительная. Что вас так удивило? Понимаешь? Пистолет погибшего сержанта молчал восемь лет. И чтоб он заговорил в кафе, должны быть причины чрезвычайные. Ты так не считаешь? Да. На вас зарегистрировано уголовное дело. Вы бы сходили к следователю? Если хотите, я сам с ним поговорю. Может, я действительно к нему зайду. Только повидаю одного человека. Видно, ты сильно кому-то дорогу перешел. Не иначе, как... Эх, боюсь, что по этой дороге черти гуляют. Сходил бы ты к генералу, поговорил с ним. Ты же его человек. Генерала можно понять. В этом городе родился сам он. И Акзамов держит ответ лично перед ним. Тура, тут у нас должно быть все чисто. Когда тебе нужен акт? Я зайду минут через тридцать. Что, опять стали фасовать опиум в баночке из-под вазелина? Это из Гулистана. Задержали одного, но он успел выбросить. Пять тысяч рублей в одной такой посудине. Смерть за деньги. Сто тысяч рублей на каждом килограмме имеют. И за эти деньги эти суки покупают милицию. А она им служит верой и правдой. Ладно. Я скоро вернусь. Извините. Входите. Садитесь. Что вам угодно. Я отвлекаю вас. Но все, что я буду говорить, для меня очень важно. Я работал много лет. Вот я не знаю, какой вам резон привлекать меня к ответственности. Найти во мне козла отпущения. Изолировать меня во время поисков убийцы. Продолжайте. Главная ваша задача, как я представляю, раскрытие убийства в кафе. Я не навязываюсь. Но у меня опыт, поверьте. Я знаю здешних людей. Я три года работал в министерстве. Я в основном занимался раскрытием убийств. Должен вас перебить. Раскрытие убийств находится в компетенции прокуратуры. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Я-то понимаю. Это вы не хотите меня понять. Орган дознания выполняет поручение следователя. Странно, что вы до сих пор этого не знали. Милиция не раскрывает никаких убийств. Да, вот этого я не знал. Поэтому и раскрыл около двух десятков убийств. Орган дознания не должен заниматься тем, что ему не положено. А может, вы поэтому так и работаете, что не знаете своих полномочий? А может быть, я 26 лет занимался не своим делом? Тура! Генерал, известно, что ты здесь. Удивился, что не зашел к нему. А я думал, у нас в управлении никто не работает. А вот, гляди. Пробовал тут пять минут, а уже успели доложить. Халяв, а ты любишь этих рыбок? Мы кормим друг друга. Ну да. Корми, корми. На, читай. Согласно результатам произведенного экспресс-анализа, представленную на исследовании жидкость, не содержит характерных компонентов коньяка заводского изготовления. Эксперт-химик Муса Аминов. К уголовному делу не подшивать. Вот так. КОНЕЦ Ой, Господи. Иду. Кто там? Откройте, это Швейцар. У вас с балкона течет. Внизу все залило. Ой, да что у меня может течь с балкона? Откройте, посмотрим. КОНЕЦ 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 А-а-а! А-а-а! Ты, где ты была? Я была внизу, принимала туристов. Ну-ка, открой соседний номер. Да, выходит, убийца идет по нашим следам. Отойдите! Отойдите! Пропустите машину! Все, расходитесь! Расходитесь! Я и подумать не мог, что на мне будет кровь этой несчастной женщины. На нас. Я иду! Я иду! Расходяи! Я иду! Я иду! Расходя! Почему ты не спишь? Я же вижу, что происходит. Может, все-таки уедем, Тура? Там нам хорошо будет, спокойно. Но не приживемся. Можем сюда вернуться потом, когда здесь поутихнет. Ты о чем? Я уже все обдумала. Но не хочешь жить с моими стариками, можем идти работать по лимиту. А у Лукбека у них оставим. Я ведь никакой работы не боюсь. Представляешь, как здорово. Нам с тобой судьба еще одну жизнь предлагает. Я не могу, Нина. Я родился здесь. Вырос. Здесь меня все знают. А кто я там? Узбек, баба и чурка. Это все равно, что пересадить старый карагач на север. Пойми, я там умру от тоски. И больше не начинай этот разговор, я тебя прошу. Мы будем жить здесь. Ну, а пока ты и у Лукбек уедете вдвоем. Без тебя? Я не поеду. Нина, я потом к вам приеду. А сейчас мне уезжать нельзя. Я тебя здесь не оставлю. Или вместе, или никто. Нет, ты поедешь. Ну, сколько можно объяснять? Саматов, а сынок твой в лагере отдыхает? В горах. Там говорят прохладно. Смотри, как бы он не простудился. Ну, спокойной ночи, сучонок. Опять те же девицы? Они мне тоже звонили. Мне страшно, боюсь. Нина. Ура. Успокойся. За целую жизнь я тебе ни разу не приказывал. Потому что я знал, что ты умнее и тоньше меня. И вообще тебе спасибо за все, что ты мне дала. Ты. Почему ты так говоришь? Ты будто прощаешься. Первый раз я тебе приказываю. Первый раз я тебя прошу. Сделай, как я говорю. Сегодня утром. Ты поедешь в пионерский лагерь и заберешь Улукбека домой. Завтра вы с ним отсюда уедете. Я не могу. Можешь. Я тебя здесь не брошу. Ты обязана, Нина. Пойми. Улукбека мое самое незащищённое место. Они знают об этом. У меня руки связаны. Если я их чуть-чуть прижму, то они... Я не могу уехать, потому что... Бегущего волка даже собаки не боятся. Дура, да ты оглянись вокруг себя. В каком мире мы живём. У них же всё схвачено. Всё. И здесь, и в Ташкенте. А куда это дальше тянется? Это же охренеть можно. Может, бросить всё это. Страшное дело. Старик, всё будет хорошо или нет. Но тогда всё будет очень плохо. Тебя посадят. На Режняку и едет. И всё пойдёт, как было. Мёртвые всегда виноваты. Так же, как и уволены. Главное, вовремя отрапортовать. Справедливость восторжествовала. Ладно. Мы разыскники. И продемонстрируем им это. Мы найдём, где находится производство этого фальшканика. Слушаю тебя внимательно. Я еду. Комедуле. А ты считаешь, это удобно? Ну, как начальник УГРО может быть действительно неудобно. Но я уже сейчас частное лицо. Так что мне ничего не помешает покушать плов. С местным Алькапоне. Вожаку мурчашминской мафии. Он много чего знает. А ты знаком с ним? А я всю жизнь за ним охотился. Один раз даже посадил его. Ладно, об этом потом. А сейчас... Проведём одно важное мероприятие. Гражданин Саматов. По-моему, вы забыли дом воинской требований. На авиабилет. И вообще, пенсионер Саматов. Вы никуда не опаздываете. Вам теперь спешить некуда. Встаньте в очередь. Как все советские граждане. Два на завтра в Душанбе. Взрослый и детский. В Душанбе мест нет. Женюсь. Только не через Ташкент, а... прямой. Только для вас. Жить хочешь, мент? Не рыпайся. Узнаем, что шевелишься, сука, замочим. Найдут тебя в магистральном канале. И все подтвердят, что сам утонул. Усёк, падла! Что тебе сказали? Ничего. Глупости. Завтра вы уедете, и всё будет нормально. Без крайней необходимости я тебя беспокоить не буду. Звонков не жди. И ещё. Я тебе дам два письма. В МВД и генеральному прокурору. Их надо будет отправить в Москву. Только не почтой. А с какой-нибудь верной оказией. Конверты нужно опустить в ящик. На месте. Когда дам знать. Что-нибудь ещё случилось? Ничего особенного. Просто так надо. Так надо. Дура. Мне страшно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот теперь можно выпить. Мне нельзя за рулем. А вот тебе сам Бог велел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как тебе эти занавесочки? Обычные солдатские портянки. Свинюган ты невоспитанный. Благодаря этим портянкам ты исчезнешь из машины в нужный момент, как привидение. Я все думаю о людях в той машине. Какие им даны полномочия. Может они должны арестовать меня, если я попытаюсь скрыться. Если надо будет, мы их сами арестуем. А насчет полномочий я тебе давно собираюсь сказать. Не исключено, что ограничений в этом смысле им не поставили. Приготовиться к десантированию. Как говорится, отстегнуть ремни. А может Хамедула еще не знает, что ты уволен? Может. Значит встретимся завтра днем у милового завода. Ну это как приземлишься. Ну ладно. Не пуха. К черту. К черту. КОНЕЦ О, Гасан, смотри, кто к нам пожаловал, а? Не как подполковник Саматов, самый мой любимый человек советской милиции. Дорогой ты мой, как я рад видеть тебя, дорогой ты мой. Я проклял бы себя, если бы ты не застал меня дома. Но почему-то ты выглядишь не очень хорошо, а? А может потому, что ты пришел ко мне без ордера на обыск, а мент? Но для начала ты должен искупаться. Эй, приготовьте там! Ты ехал в такую даль, я очень рад. Я и сам рад. Есть золотое правило механики. Проигрываешь в расстоянии, выигрываешь в силе. О, значит скоро небо на землю упадет, если уж всесильному Саматову понадобилась вдруг сила такого бедного, слабого, ни на что не годного человека, как я. Ну ладно, ну ладно, не прибедняйся, плут средний плут. Я же вижу, как ты тут шикарно живешь. А это дом не мой. Неужели? Это дом моей жены. И все, что ты видишь здесь, это не мое, нет. Я вот в этом сарайчике живу. А что так? А это чтобы твои ребята не сделали меня нищим. Касымчан, Телором, Бухобах, кой с домик, шевелитесь. Ты меня извини, что я без галстка, но терпеть не могу удавки. Понимаю. Прошу, дорогой. Ты у меня в гостях и должен попробовать мой плов. Ну, вообще-то я ненадолго. Я уверен, наш с тобой разговор казана плова стоит. Иду, иду. Дорогой Тураджан, произнеси над головой барана слова благословения. Ты же у меня дорогой гость. Я боюсь, что недостаточно благочестив. Сделай это сам, как старший. Ну что ж. Во имя Господа, милости у милосердного. Прости нас, добрый брат. Безгрешен ты перед нами, но мы хотим есть, и это желание дал нам Аллах, не разложив на нас за это греха. Омень. Когда тебя мучает злоба и гордость, помни, что человек умирает, еще легче. Ты слышал, что убили моего заместителя Пака? И еще одного парня, Собиржана. Он из ваших мест, я думаю. У него была с собой бутылка самопального коньяка. Видимо, он ее вез отсюда. Как считаешь? А почему ты об этом у меня спрашиваешь? Ну, все хотят узнать истину у добродеев. Может, это неправильно. Может, ее надо узнавать уделать или зла. Интересные вещи ты мне рассказываешь. Ты думаешь, что я у себя дома делаю на продажу липовый коньяк? Я так не думаю. Я хочу, чтобы ты доказал свою дружбу. Подскажи, кто от вас возит коньяк? И только. Не больше, не меньше. Не больше, не меньше. Ну, во-первых, я об этом ничего не знаю. Я могу догадываться. А во-вторых, если бы я и знал, то с какой стати я должен тебе об этом рассказывать. Я свой срок отсидел до конца и, может быть, на этот раз завязал окончательно. Ну, сказать правду мне не очень-то верится в это. А в-третьих, я не сексот. Но сейчас я о другом, Хамедула. Пока ты сидел там, появились новые люди. Ты это знаешь. И ты для них никто. Ты мешаешь им. Рано или поздно они покончат с тобой. Отдай мне их. Это для меня вопрос чести. Боюсь, что раньше они покончат с тобой. Уже все знаешь? Ну, все. Знает только один-единственный Аллах. По-моему, ты не понимаешь, как у тебя мало времени осталось. В воскресенье на петушиных боях я ставлю за своего Гассана больше, чем поставил бы сейчас за твою жизнь. Почему? Да потому что честность, это своего рода глупость. Узость ума. За последние годы, когда ты как сумасшедший гонялся за мной, у всех на глазах вырос двуголовый дракон. А ты его и не заметил. Всю жизнь я был честный вор. Но пока я с вами дрался, воевал, другие жулики... Они с вами не ссорились. Нет, наоборот, стали дружить. Сперва они делали подарки, а потом начали давать деньги. А? Сначала они были под вами. Потом вы сравнялись. А теперь уже они и командуют вами. Эти депутаты, начальники, командиры. У дракона есть две головы. Воровство и взяточничество. Одна голова ворует, а другая всей жизнью через взятку управляет. В роддоме рождается ребенок. Надо дать. В ясли надо дать. В садик надо дать. В хорошую школу надо дать. В институт на работу, в больницу надо дать. И в милиции надо дать. Вот поэтому ты пришел сюда за помощью. Но я хорошо знаю, что ты нищий мент. Ладно, я подумаю о твоем предложении. Ты приехал на машине? Поездом. Садился не в городе? Двое. Я так и думал. Да, ты правильно работаешь. Мы можем быть полезны друг другу. Я тебя понял. Тебе записать мой телефон? А-а, у меня есть. Но его сменили год назад. А я знаю. После того, как Пака застрелили вчера или, я попросил узнать. Человек, который позвонит тебе от меня, назовет себя Пулатом из Самарканда. Он будет говорить насчет резины для машины, но ты поймешь. О чем задумался? Да пистолет, из которого убийца стрелял в Пака Сибирджана. Он был взят у постового, убитого у Золотого моста. А чудаков на букву М, как мне помнится, туда не ставили. А там все странно, начиная с места. Золотой мост не объехать ни одному дальнобойщику. Ни одному спекулянту ранними фруктами или овощами. А блатной караван съезжается ночью кружными дорогами. Дают по пять-шесть сотен с носа гаишнику, и тот их проводит. Да, ты прав. Там ни один постовой не подпустит к себе ночью чужого. А что у тебя с хамедулой? Сказал что-нибудь? Он обещал подумать. Взамен предложил создать уголовно-политический синдикат против коррумпированного начальства. Я надеюсь, у тебя хватило ума не сказать ему гордое никогда? Хватило, хватило. Времена душевных исповедей безвозвратно прошли. Да, о Сибирджане. До ареста он собирался поступать в институт. И не просто институт, а Азии и Африки. Но судимость ему помешала. Он обращался за рекомендацией в горком комсомола. Соседи говорят, что зря его так строго наказали. Хочешь? Это было больше мальчишества. Конечно, будь он чей-нибудь сын или хотя бы родственник, а то обычный подца. Кстати, на зональном перевенстве по боксу ты вручал ему бронзовый жетон. А вот его фотографии. Мать принесла. Он еще спросил, если мне будет нужна помощь, могу я к вам лично обратиться. Он и обратился. А ты вурчишме. Вот и поехал большой кореец. Как ты думаешь, Хамидала позвонит? Обязательно. А почему ты так уверен? А я на его жадность рассчитываю. Люди народ жадные, а уголовники в особенности. Пока он не расстанется с надеждой, что ты поможешь ему раскроить башку его более удачливым конкурентам, он будет тебе помогать. Для него большой профит в этом смысле светит. Чего стоим? Приехали. Ну ты чего звонишь, не видишь? А ну сдай назад. Ну тогда я сдам, козел. Поехали. Пес, опять в менты подался. По бурной жизни соскучился. Сейчас мы тебе ее устроим. Ах ты падла, на! 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 Пусти, сука! А теперь я, ну-ка. Пусти, теперь я! Пусти, теперь я! Пусти, теперь я! Ух ты! Пусти! Ну что сама та, гнида, наелся? Надо добавить, чтобы понял, паскуда! А ну! Субтитры делал DimaTorzok УМ от подполковника милиции Саматова Рапорт Товарищ первый заместитель министра Это рапорт мертвого человека Если этот рапорт лежит перед вами Значит, человека, который его писал, уже нет в живых Поймите меня Поймите меня Тураль Слушаешь? Кто это? Это Булат из Самарканда Резину заказывал? Мы привезли на 24-ку Завтра подходи к ресторану Узбекистан в половине первую Придешь? Посмотрю Там будет еще раз предвал Сечешь? Завтра подходи к ресторану Узбекистан в половине первой Завтра ты мне будешь очень нужен С утра сможешь освободиться? Да, конечно В 12-ю ресторану Узбекистан Надо встретить 24-ку с грузом Знаешь, должно быть дело стоящее Я понял Буду ждать Внимание! Где же и директор ресторана? Наш заклятый друг Адил Классическое алиби А меня в это время в ресторане не было Смотрите Смотрите Коньяк самопальный Он от нас никуда не денется А брать надо курьера Так, Джамал Ты тормозишь его Силочно подхвати Я подстрахую вас, если что Непуха Вас понял Милиция, ваши документы Документы? Пожалуйста Жив, жив-жив-жив Жив-жив-жив Ну вы что? А чёшки-то надень? Глазки свои бестых же И прикрой Что вы себе позволяете? С ума посходили? Вы кого арестовали? Вам погоны надоели на плечах? Сейчас же сообщите прокурору города или области Пока в этом нет необходимости Вы арестовали сына и наятах Аджи Очень приятно За это будете кровью хапкать Да и суки легавые Закрысь Полегче Хлебнете вы у меня, менты Срочно понятых Протокол доставления Осмотр дипломата Остальное потом Сделаем Действуй Есть Муса Это Саматов Я в дежурке Зайди сюда Ты очень нужен Захвати реактивы для экспресс-анализа Скорее, Муса И ещё Ножовку по металлу возьми Пожалуйста, проходите Проходите, товарищи Откройте дипломат На какой шифр закрыто? Сначала наручники сними Я требую открыть дипломат Шифр А ты отгадай Какой шифр? Говори, иначе велю сломать замок Ну? 936 Но ты ещё пожалеешь об этом, гнида Подойдите поближе Вы с ума посходили здесь все У вас есть мозги? Я прошу Позвоните прокурору области Пусть он сейчас же приедет И полюбуйся, чем вы здесь занимаетесь Позвоните 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 Что здесь происходит? Почему никто не отвечает на звонки? Аврал, товарищ полковник Опиум На десятки тысяч рублей А может и на сотни Здравствуй Здорово Посторонних прошу покинуть дежурную часть. Ахмедов, ко мне в кабинет. Напиши подробный рапорт. Есть. Джамал, ты один? Один. Можешь говорить? Да. Тебе не приходит в голову, где они могут прятать ящики с коньяком? Не знаю. Может быть, в нижней подсобке. А вообще, кроме Адела, никто точно не знает. Это идея. Дай-ка мне его телефон. Вот. 3 16 40. Ну все. Как только будут новости, я тебя найду. Домой мне не звони. Домой. Домой. Прекрасно. Хулиганство и умышленная порча государственного имущества. От двух до пяти стоит. Я бы еще посоветовал сорвать поездной стоп-кран. Дойдет и до этого. Я сейчас буду звонить по автомату Аделу, а ты ищи наш разговор. Как найдешь, махни рукой. Слушаюсь. Алло. Адел? А кто его спрашивает? Саматов. Помнишь такого? Помнишь. А это тот мент, которого из органов с позором вышвырнули. Слушай меня внимательно. Один мерзавец – директор гадюшника. Куда ни один порядочный человек не войдет. Слышишь? Скажи лучше, нищий вроде тебя будет вернее. Так вот. Этот мерзавец навострился клиентам систематически подсовывать вместо коньяка пойло из спирта и чая. Между прочим, оно и сейчас в твоем заведении имеется. Короче, мне тебя жалко. У тебя начинаются крупные неприятности. Все. Шамиль слушает. Ты забрал товар? Транспорта нет, а ты. Пусть постоит до завтра. До завтра? Ах ты тварь. Я тебе покажу – транспорта нет. Чтобы через полчаса в нижней подсобке было чисто. Девай куда хочешь. Слушаю. Гафуров. Есть разговор. У себя будешь? Мне тебя плохо слышно. Да, у себя. Звонил Саматов. Он все знает. Надо с ним разобраться. Хорошо. Приеду. Вот тебе и полковник Гафуров. Да. Слушай, попробуем их опередить. Быстрей, быстрей. Погоди, погоди. Дай-ка я. Отойди. А теперь запускай свои железки. Попал. А теперь я. Вот теперь у нас точно есть состав злостного хулиганства. Телефон, диско-бар. Теперь вот это. Гулять-то гулять, Валек. А теперь пусть хоть десять халуев Адыла будут вывозить самопальный коньяк. Не сегодня, завтра или через неделю явится этот формалист на рижняк. И одним со скобом возьмет с пола ядовитую отраву. Да это Бог. Им уже нет смысла менять бутылки. А вот вы как таксист, пардон, как водитель, непревзойденный мастер, но вот как юрист. Неужели вам не ясно, что в наших действиях совершенно отсутствует состав преступления? Умысла нет. Угу. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА САМАТОВ! Хозяин вызывает! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Как твой сын? Как Нина? В Душанбе к подруге ее отправились. Пусть развлекутся немного. Пусть развлекутся. И тебе тут не будут мешать свернуть себе шею. Ты заварил такую крутую кашу. Я не хочу ее расхлебывать. А я ее расхлебываю сам, как вы знаете. Почему ты решил, что я знаю? Я ведь ваш ученик, Хамит Абдулаевич. Жалуйся. Я никогда не жалуюсь. Жаловаться глупо. Пожалеть не пожалеют, а уважать перестанут. И так перестанут. Ну, это если я проиграю. А я намерен выиграть. Ты хорошо подумал? Конечно. Вы сами учили. На подозреваемого надо влезать, как на верблюда. Пока он лежит. Ты с ума сошел со своим другом Силовым? Это вы лежите, а не сына Наята Хаджи, Салим Камалов. А ты знаешь, кто такой Наят Хаджа? Понятия не имею. Академик, пролектор университета. Мурат, погуляй. Председатель наградной комиссии Верховного Совета. Все настоящие люди республики, его ученики и воспитанники. Они его в обиду не дадут. Надо найти общий язык с Наят Хаджой. И не подумаю. И зря. Я иду на все. Для того, чтобы прокуратура прекратила на тебя уголовное дело. А попробую, Тура, тебя восстановить. Силова тоже. Вы еще поработаете. Что ты молчишь? Я боюсь, что вы меня неправильно понимаете, Хамит Абдулаевич. Мы с Силовичем бьемся не ради своего возвращения. Нас никогда не возвращают обратно. Мы, как мулы, лишенные сана. Разве что после смерти. Ладно, у меня к тебе личная просьба. Думаю, не откажешь. Приехал из Ташкента Минаят Хаджа. Он тебя ждет. Ты не должен оскорблять его старость. Если хотите, я с ним встречусь. И на том спасибо. Здравствуйте. Тураджан. Добро пожаловать. Так вот ты какой. Прошу. Как ваше здоровье? Спасибо, ничего. Рад, что ты пришел ко мне. Как твои дела? Спасибо, хорошо. Да, мой мальчик. Ты у меня, к сожалению, не учился. А я воспитал половину нынешних прокуроров и следователей. Да, я знаю об этом. Тысяча людей научил я понимать закон. А Салима... Собственного сына не сумел? Пусть окажет содействие следствию. И там разберусь. Нет, ты меня не понял. Салим юрист. Если откроют дело, если его имя попадет в протокол, тогда прощай все. Работа, карьера, мечты. Все пойдет прахом. А личная жизнь? Жена сына из прекрасной семьи. Ее отец один из самых уважаемых людей в республике. Тебе наверняка знакомо его имя. Это его может коснуться. Я не знаю, чем вам помочь, Иная Таджа. Сынок, тебя ведь еще не допрашивали. Ну, как свидетеля нет. Ага. Салим может вернуться к нормальной жизни, к своей работе только чистым, если будет признано, что его задержание произошло по ошибке. Прошу тебя, подумай об этом. Это невозможно. Все возможно, мой мальчик. Я слышал у тебя неприятности. Если б ты мог так же легко убрать все препятствия с моей дороги, как я с твоей... О чем вы говорите? Акзамов уже не молод. Я сделаю тебя генералом. Мне это никакого труда не составит. Дай только немного времени. Ну, скажи, разве это не заманчиво? Ты... Ты вернешь не только то, что у тебя было, но получишь гораздо больше. Мы же с тобой земляки. Нет, мне это... Ну, 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 ну. Садись. Не будь дурачком. Я... Я мог бы тебе многое рассказать, о чем ты даже не подозреваешь. Да-да, мой дорогой. У всякого человека есть множество врагов, которых он считает своими друзьями и во всем им доверяет. Извините, Инаэд Хаджа. Но я не могу ничего сделать. Ай-яй-яй-яй. Нельзя серьезные дела решать так поспешно. Тут для тебя приготовлен хороший подарок. Я думаю, ты будешь доволен. А что за подарок? Ну, Ты двадцать шесть долгих лет, два месяца и семнадцать дней прослужил в милиции. Всегда отлично работал. Очень добросовестно. Добрые люди все это учли, подумали. Надо бы посчитать, сколько всего ты получил за это время. Да копеечки. И выдать тебе зарплату повторно. А? Вы мне даете взятку. Хо! Сразу видно, право ты не у меня учился. Взятку можно давать большому начальству. Лицу должностному, а не простому пенсионеру. Тураджан, сынок. Это подарок, а не взятка. Премия, можно сказать. Спасибо вам. Моя семья не нуждается в таких подарках. А я в премии от добрых людей. Ну, этого я знать не могу. В чем ты нуждаешься? И в чем нуждается твоя семья? Тоже не могу представить. Кстати, у меня есть друзья. Они недалеко от твоей жены живут. Постой. Ташкент, улица Гафура-Гуляма, дом 17, квартира 3. Может, тебе ее мнение узнать? Подождите. Я согласен. Завтра меня не будет в городе. Я уезжаю. Да. Вы можете все. Вы... Вы можете уничтожить меня. Но вот купить меня не можете. Будьте вы прокляты. Здорово. Все, Валек. Я выхожу из игры. Что нам намекнули? Чтоб мы вели себя скромнее. Да. Они... Они нашли Нину и моего пацана. Я понимаю тебя. Вот твари. А что делать? У меня нет другого выхода. Ты, наверное, презираешь меня? Нет. Обычный прием мафии давить с помощью заложников. Ну, ты собирайся, собирайся. Я отвезу тебя в Ташкент, а сам вернусь. Зачем ты вернешься? А мне обязательно надо вернуться. Я придурковатый камикадзе. Что ты этим хочешь сказать? А я решил плюнуть им в рожу. Они такие сильные, но просто противно. Меня выгнали. Корейцы Собержана застрелили. Девку бросили с балкона. Полковника Гафурова купили. Тебя, тебя! Растоптали. Я сейчас из управления. Прокурор области. Мило. Извинился. Перед Салимом. Пизжачок лично ему почистил. И все довольны. Вот-вот вам. Я никому не нужный, ничего не стоящий человечек. Но моя жизнь достаточная цена, чтобы плюнуть. Просто гаркнуть этим тварям в рожу. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, я... Я звонила в управление. Мне сказали, что вы больше не работаете. Да. Проходите, садитесь. Спасибо. Я хочу добавить к тому, что я говорила тогда. Поздно уже. Вы понимаете? Собержана в тот день. Видели в Чайхане, в Урчашме. Ну и что? Он в последнее время связался с очень плохими людьми. Я в тот раз боялась вам об этом сказать. Вы... Вы знаете, они... Они взяли его в охрану. Ну, просто как боксера. С кем он был в Чайхане? Это очень плохой человек. Зият его зовут. Он бывший гаишник. И они там подрались. Слушай, он же вел дело Собержана. Погоди. Ты помнишь, что кричал Пак убийца? Девка сказала, он кричал Аи. Аи. Кореец кричал Гаи. Он опознал этого гаишника. Собержан говорил, где они работают? Да, это бывший завод без алкоголя. Это завод фальш коньяка. Этот сын Инаята Хаджи наверняка вез коньяк Адылу оттуда. И наркотики должны быть там. Адыл Абахидов знает, что мы в курсе, поэтому постарается все убрать. Слушай, а может успеем, может успеем. Но завтра первым же рейсом в Ташкент. Блин, ей-богу, уграду самолет. Давай, едем. Ты хорошо все продумал. Может, развернемся, пока не поздно. Нет. Но если меня не будет через полчаса, ты уезжай на завод сам. Сейчас надо всех поднять на ноги. Особенно на Рыжника. Только тогда эти подонки дрогнут. И не решатся на крайности. Что с тобой? Халяв. Халяв. Ты жив? К сожалению, я жив еще. Хотя, по-моему, это не имеет смысла. А что с ним, Михаляв? Это кукнар. Наркотик. Кукнар? Как он туда попал? Я его кинул. Ты? Где ты его взял? Откуда? Зачем? Я всегда считал тебя самым приличным человеком в управлении. Я давно должен был тебе сказать, но боялся, что тебя убьют, как Пака. Ты хотел знать, кто послал Пака в кафе. А что? Ты это знаешь? Да. О том, что Пак поехал в кафе, было известно одному человеку. Скажи, кто он? Этот человек генерал Макзамов. Этого быть не может. Откуда ты взял? Когда Пак вышел из вестибюля, генерал позвонил мне. И приказал вернуть корейца из машины. И одогнал его. Потом они говорили при мне по телефону. Что сказал ему Пак? Не знаю. Я не прислушивался. Но генерал знал, куда уехал Пак. Ну, почему ты это сказал только сейчас? Потому что сегодня я отравил рыбу генерала Кукнаром, который нашел своего внука. Они и его сделали наркоманом, избытчиком Кукнара. Будьте непрукляты все. Где генерал? Не знаю. Уехал. А, на ловца и зверь бежит. Ты мне очень нужен, Тура. Я ищу тебя по всему городу. Зайди. Сейчас времени нет. Давай завтра. Ты мне нужен сегодня. На одну минуту. Твои ребята все в разъездах. Столько дел накопилось. Заходи. Ну, Жар, а? Даже к вечеру не отпускает. Черт бы я побрал. А что ты такой озабоченный? А ты разве веселый, Тура? Ну, у меня нет твоих забот. У тебя есть свои. И, по-моему, они не легче моих. Это тебе так кажется. Да? Мне ничего не кажется. Вот постановление прокурора области о твоем аресте. Я обязан тебя с ним ознакомить. Злоупотреблял должностным положением. Совершенные преступления укрывал. Нарушал инструкции об учете. Граф Шан, это же... Это же вранье, ты же знаешь. Ягафуров. Пришли наряд ко мне в кабинет. Нет, нет. Я объясню, что делать. И побыстрее. Да, уже все решено. Отойдет с того. Вот так-то лучше. Сопротивление при исполнении? Пистолет? Под вышку пойдешь. А незаконный арест? А связь с директором ресторана Адыла Масалим Камалов? Это что? Слушай меня внимательно. Если ты хоть слово скажешь или подойдешь к окну, я вернусь и убью тебя. Запомни, мне нечего терять. Иди. Далеко ты все равно не уйдешь. Но знай, ты похоронил себя. Продажная тварь. Джабал. Ты мне нужен. Брось все дела. Найди Нарижника. И сделай от моего имени официальное заявление. В пака Исабиржана стрелял бывший инспектор Гаизи Яд Саатов. Мы с силой, чем едем сейчас на бывший завод безалкогольных напитков. Тот, что с Золотого моста. Этот завод давно заброшен. Уверен, там они и устроили производство самопального коньяка. И наркотики, думаю, идут оттуда. Ну, иди, сынок. Да. Нарижня хотел узнать, кто послал пака в кафе Чарали. Его послал генерал Окзамов. Он продал корейца инспектору Зияду Саатову. Я уж думал, ты не появишься. Плываемся быстро. И очень быстро. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Догоняют, Валют! Быстрей! Догоняют! Так, приготовься. Сейчас будет один из главных аттракционов. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА